Верхний мужской и женской одежды Верхний мужской и женской одежды Называлась верхняя женская одежда Близкая к современному пальто Шили его из шерстяной ткани синего цвета Длинной до середины голени Без воротника Обильно украшая правую полу Подол, низ рукава тесьмой, голуном Полосками кашемира Рядами перламутровых пуговок Синяк носили только женщины из зажиточных семей В этом же районе Были распространены чинарки Теплая зимняя одежда с внутренней подстежкой Шитая из фабричной ткани черного цвета По поясу присборена По низу украшена тесьмой Во время зимнего ненастья были незаменимы зипуны Из темно-серого сукна Домашней выработки Их повсеместно шили длинными, двубортными С небольшим стоячим воротником Прямой спинкой и расширенными За счет клиньев подолом Украшались они скромно Полоской черной или коричневой кожи Иногда бархата По низу рукава и вдоль воротника Зипун шился из сукна дорогого для знатных людей Самого дешевого для простонародья Нередко именно он становился заключительной деталью Крестьянского наряда В то время как дворяне надевали сверху еще кафтан Был во всем подобен кафтану Только по большей части делался не с длинными петлицами А с короткими петлями и не имел козыря Иногда зипуны подбивались мехом И бывали состоячим ожерельем Обхватывавшим всю шею Который украшался жемчугом и каменьями Кафтан Деталь мужской одежды придворных сословий Термин появился в русских письменных источниках в 15 веке В 16 и 17 веках им обозначали Мужскую комнатную и уличную одежду Кафтан представлял собой Распашную одежду свободного покроя Или приталенную Застегивавшуюся на пуговицы Или завязывавшуюся на тесемки Рукава делались длинными или короткими Узкими или широкими У бояр часто спускавшимися значительно ниже кисти Или выше нее Иногда с откидными рукавами Иногда без них Кафтаны шили без воротника и с воротником Со сравнительно глубокой, а иногда небольшой выемкой ворота Спереди или сзади Чтобы можно было увидеть вышиванку Украшенную вышивкой рубаху Или нарядный зипун Иногда к праздничным кафтанам Сзади пристегивался плотный, богато украшенный воротник-козырь Нарядно расшивался, украшался драгоценными камнями, бисером, золотыми или серебряными нитями, жемчугами Чем роскошнее оформление, тем богаче хозяин Низший класс народа, земледельцы или крестьяне Поверх рубахи носили азям и сермяжные кафтаны или сермяги Собственно, кафтан узкий почти в обтяжку С узкими же, но длинными сбористыми рукавами Был принадлежностью всех классов народа, кроме самого низшего сословия Кафтан, как и все почти старинные русские платья, застегивался спереди пуговицами и петлицами По большей части длинными с кисточками А рукава у запястья рук стягивались тесьмянными ременными или металлическими зарукавками Для украшения которых также употребляли жемчуг и каменьи Кафтаны на Руси были в основном серого или синего цвета Шились из грубой хлопчатобумажной ткани или леной ткани кустарной выделки Подпоясывался кафтан, как правило, кушаком, обычно другого цвета Застегивался встык крючками на левую сторону Кафтаны, отличавшиеся друг от друга по материалу, по крою, отделке Получили дополнительные обозначения Турский, Становый, Русский, Терлик и так далее В старообрядческих общинах кафтаны часто использовались как маленая одежда То есть одежда, в которой мужчины ходили в молильный дом По особенностям кроя можно выделить следующие основные виды кафтана Домашний кафтан – одежда богатых людей, которую носили только дома Это длинная до пола одежда с небольшим запахом левую полу от ворота Домашний кафтан застегивался на пуговицы В богатых домах пуговицы использовали золотые Длинные рукава закатывали, но удобнее были варианты размером до локтя Другой фасон кафтана – чуча – одевался для верховой езды Для комфорта у него были боковые разрезы и укороченные рукава Становый кафтан шили по фигуре, по стану, с перехватом на талии Становый кафтан имел короткие до локтя рукава Польская культура в XVII веке повлияла на появление кафтана, плотно сидящего по фигуре и расклешенного ниже талии Польский кафтан, он же жупан, появился в XVII веке Верхняя часть кафтана плотно охватывала фигуру, а нижние полы были широкие Имел длинные рукава, объемные у плеча и сильно сужавшиеся ниже локтя Терлик Кафтан, который носили царские охранники, был похож на польский кафтан Терлик имел спереди особый нагрудник, застегивавшийся на правой стороне груди и правом плече Терлик – русская одежда, употреблявшаяся в XVI-XVII веках Исключительно при дворе, во время приема послов и торжественных выходов Он делался преимущественно из золотой материи и походил на ферес Только делался уже с перехватом или лифом Вместо длинных петлиц терлик имел короткие петли и в основном обшивался у ворота, вдоль пол, по подолу и у рукавов серебряным или золотым газом, жемчугом и каменьями Рукава были у него гораздо короче, нежели у ферези и почти без оборок Иногда терлики делались на меху Турский кафтан Кафтан без воротника, с застежкой на шее и левом боку Сибирка Короткий кафтан, обычно синего цвета, сшитый в талию, без разреза сзади и с невысоким стоячим воротником Сибирки носили лавочники и купцы Азям Шился из тонкой ткани и носился только летом Азям – русская старинная верхняя одежда, поначалу употреблявшаяся всеми сословиями, поздняя только крестьянами в праздничные дни и в дорогу Длинный кафтан, сермяжный или из толстого сукна домашнего приготовления, носился с кушаком Покрой Азяма был такой же, как у обыкновенного крестьянского кафтана Название происходило от арабского слова «аджем», означавшего любую чуждую нацию, особенно Персию Отсюда заключалось, что Азям был заимствован русскими из Персии через татар Армяк Широкое долгополое одеяние вольного покроя, напоминающее халат Шился из фабричной материи, толстого сукна или грубой шерсти Богатые армяки выделывались из верблюжьей шерсти Был верхней одеждой крестьян, не только мужчин, но и женщин Делался с капюшоном, без пуговиц и застежек, запахивался ремнем Носят зимой в холодное время Подпоясывался обязательно цветным кушаком В XIX веке серый армяк был символом низших сословий России Как правило, армяк носился с поярком, гречником Шляпа из овечьей шерсти, напоминающая пирог-гречник Поддевка считалась более благородным одеянием, нежели простой кафтан Имела сзади сборки Щеголеватые поддевки без рукавов, сверх полушубков надевали состоятельные ямщики Носили поддевку и богатые купцы Поддевка – русская верхняя распашная, длинная до или ниже колен одежда С длинными рукавами, отрезная сзади по талии Со стоячим или отложным воротником Носили и мужчины, и женщины Изготавливалась из темного сукна домашней выработки Или черного-синего фабричного сукна на подкладке А для зимы на куделе, на приденной шерсти – вате Была распространена в русском севере, в приуралье, в западных губерниях Европейской России На юге России в XIX – начале XX веков Если кафтан еще могли себе позволить зажиточные простые люди, купцы, например То фересь – однозначно деталь русской народной одежды, предназначенной исключительно для знати Мужчины надевали фересь поверх кафтана, создавая законченный образ успешного человека Ферези застегивались спереди длинными петлицами с пуговицами А делались из разных бумажных и шелковых материй Также из сукна, бархата и парчи Простолюдины надевали фересь прямо на рубаху и предпочитали такие цвета, как белый и синий По указу ферези были разделены на три разряда – золотые, бархатные и шелковые Фересь была широкой в поддоле до трех метров с длинными, свисающими до земли рукавами Фересь надевали следующим образом Рукав продевали лишь одну руку, собирая его во множество сборок Другой рукав спускали вдоль фигуры до земли Благодаря ферези появилось выражение «работать спустя рукава» На грудь пришивались нашивки по числу пуговиц с завязками и кистями Завязок могло быть 3, 4 или 5 Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами По краю ферези пришивалось кружево – кайма с украшениями Холодная фересь сшилась на подкладке, иногда и на меху из дорогих тканей Разновидности ферезя – мовные, постные, становые, с перехватом на поясе, ездовые, армяшные Женская фересь называлась ферезея Носилась поверх рубашек, могла изготавливаться без рукавов При выходе из дому на фересь надевали подобную же ей одежду, только еще длиннее до самых пят и гораздо шире С четыреугольным откидным воротником, который висел сзади почти до половины спины, иногда ниже, и украшался подобно козырю у кафтанов Название его было «ахобань» или «ахабань» Спереди охабань застегивался в стык на петлице, по бокам длинные разрезы от подола до рукавов, руки продевали в разрезы, а рукава завязывали на спине Точно такое же платье, только без воротника, называлось однорядкой Однорядка также относилась к верхней одежде Широкая и длинная распашная одежда без воротника, с длинными рукавами Женская одежда из сукна домашней выработки Аналог зипуна и жупана на западе Руси и в Речи Посполитой Охабань отличался от однорядки отложным воротником, спускавшимся до середины спины В царствование Федора Алексеевича в охабнях воспрещено было впускать во дворец и даже в Кремль Так что при торжественных случаях лица, имевшие доступ ко двору, являлись туда уже в одних ферезях Охабань был широко распространен среди знати в XV и XVI веках У русских князей и воевод, также цариц и бояр в качестве убора В конце 1670-х годов охабань вышел из употребления в среде знати и стал одеждой простолюдинов В сравнении с нынешнюю одеждой, однорядку и охабань можно уподобить плащу и шинели Охабань шили из дорогих тканей, атласа, бархата и парчи На груди могла быть вышивка На пошив охабня шли самые красивые ткани Также разновидностью охабня был опашин Повсеместное распространение получили шубы и полушубки из овчины Особенно нарядные были нагольные шубы из Алексеевского района Белгородской области Сшиты из дубленных овчин красно-коричневого или оранжевого цвета мехом внутрь С небольшим стоячим воротником, длинными неширокими рукавами Подрезной спинкой, украшенной полосой вышивки С мелкими сборками, заложенными по талии Ее носили абсолютно все слои общества Правда, были существенные различия в материале, из которого шили меховые изделия Если для крестьянских шуб использовалась дешевая овчина или зачьи шкурки То у дворян все было иначе Выглядели шубы в то время по-особенному Как правило, шубы были длинными в пол, расширялись к низу А вверху шел меховой воротник или обшлак Застегивались на пуговицы или специальные петли Знатные дамы носили шубы с длинными откидными рукавами И отстегивающимся меховым воротником По кроям своим шубы совершенно походили на охабань и однорядку Только были с отложным меховым воротником, начинавшимся от груди У иных он застегивался пуговицами, а у других завязывался длинными шнурами с кистями В таком виде была так называвшаяся русская шуба Но из высшего сословия многие употребляли шубы тарские, то есть турецкие Эти имели весь покрой русских шуб, но с большей разностью в рукавах Которые у них бывали широкие, простирались в длину до кистей рук Или делались двойные В исходе 17-го столетия появились шубы еще иного покроя, польские Они не имели ни отложного воротника, ни петлиц, ни пуговиц А застегивались только ушей и запоной и делались с просторными рукавами Простой народ носил шубы овчинные, нагольные или тулупы Надевая их в ненастную погоду на выворот, шерстью наверх Шугай, шугайка, душегрея, старинная русская национальная женская одежда Шугай – короткая верхняя одежда, рот суконной и лисицевой, шелковой и даже парчевой короткополой кофты с рукавами С отложным круглым воротником и застежками, с перехватом и с ленточной отсрочкой кругом Единственная приталенная женская одежда в Допетровской России Шугай имел вид кофты с отрезной по талии спинкой В передней части шугая был диагональный разрез Сзади нижняя часть шугая – баска, а талия была собрана в пышной сборке Шугай имел длину до бедер Длинные сужающиеся рукава собирались от кисти руки до локтя в мелкие складки Шугай мог иметь меховой воротник или меховую опушку Его носили в накидку и в рукава К шугаю надевали юбку, платок на шею концами под шугай и платок на голову Часто надевали только в один левый рукав, накидывали его на правое плечо и придерживали правой рукой Душегрею называли иногда епаничкой Правда, епаничка была своротником, но во всем остальном повторяла душегрею В середине XIX – начале XX веков крестьянки центральной части России носили летние душегрейки на вате С прямыми, слегка расклешенными полами Спинкой, сходящейся к поясу углом и складками, заложенными у пояса Воротник у этих душегреек большей частью был круглым Воротник и полы праздничных душегреек отделывались бахромой, украшались вышивкой, золотыми нитями и бисером Долгий шугай назывался холодник Бугай – разновидность шугая без рукавов Северо-восточное женское верхнее платье легкой ткани, полное и бористое Вариант шугая на бретелях, без воротника Киптарь или бунда В своей простейшей форме сохранился местами у карпатских горцев Первоначально это просто овчина с прорезанной посередине дырой, в которую просовывается голова А концы овчины закрывают грудь и спину Это одежда типа южноамериканского понча Эволюция этой примитивной одежды состоит в том, что бока ее сшиваются А на груди делается разрез, получается короткая меховая безрукавка Ее носят и мужчины, и женщины Иногда она покрывается вышивкой Этот тип одежды встречается у словаков, у венгров, румын, у южных славян Название киптарь – румынское Подобная одежда может считаться прототипом мужской куртки, известной у многих народов Европы Тот же киптарь, но с рукавами и с пришитыми внизу полами превращается в кожух, известный всем украинцам Более легкая одежда такого же покроя шьется из сукна – это сердак Безрукавки украшаются хорошими разноцветными вышивками – шерстяными или шелковыми нитками Иногда вместо вышивок встречаются вышивки из разноцветного софьяна, что образует очень привередлив и пышный узор Кроме орнаментации, безрукавки отмечаются в различных местностях разным кроем Например, гудсулы шьют свои безрукавки с небольшим стоячим воротником Защищая от холода спину, бока и грудь и оставляя при этом свободные руки для работы, безрукавка стала постоянной одеждой в течение целого года Чемерка или чумарка Эта одежда значительно более позднего происхождения, чем свиты из овечьего сукна Шьется из легкой ткани Обычная длина чумарки – несколько ниже колен Рукава узкие, без капюшона, воротник стоячий Главная примета чемерки – это хорошо вшитая талия с мелкими сборами Чумарка всегда бывает однобортою и застегивается посередине груди на крючке Юбка Верхняя одежда женщин, что своим видом напоминает свиту Только она шьется не из овечьего сукна, а из черкасины или китайки Шьется юбка без воротника, с узкими длинными рукавами, а сзади – с усами Бывают юбки до трех, пяти и до семи ус Когда те усы были приметой зажиточности, чем богаче женщина или девушка, тем усов было больше В казацкие времена юбка разукрашивалась золотым узорочьем, а теперь обшивается только черным или темно-красным бархатом Крой юбки очень похож на крой женской корсетки, только юбка длиннее и шьется с рукавами, а корсетка, как известно, короче и без рукавов Когда-то были еще байковые юбки, которые шили из зеленой или красной байки Такая юбка обшивалась сверху донизу мушками, клочками красной материи, если сама юбка была зеленая Или наоборот, нашивались зеленые мушки, если юбка была красная Этот весьма оригинальный вид юбки теперь уже есть великою редкостью Отличительной чертой юбок и корсета в Днепропетровской области являлись прямоугольные вырезы горловины, которые сейчас называются коре Шили юбки из фабричного сукна, бархата и других негрубых тканей Украшали орнаментами из цветных ниток и лентами Кофты юбки в Донецкой области украшали разноцветной тесьмой и кружевом Юбки шили широкие из красивой фабричной шерстяной ткани Для отделки используясь ленты, а нижний край подшивали щеточкой, которая защищала край от протирания Корсетка – вид традиционной украинской женской верхней одежды Безрукавка, сшитая в талию с цветной тканью, характерная для восточных районов Украины Корсетка-безрукавка прикрывает верхнюю часть женского тела, грудь и спину Корсетки появились в начале XIX века Их шили из домашнего сукна, позже с легкой фабричной тканью на подкладке Корсетка – это прототип нынешней жилетки Синяя корсетка с подрезной спинкой с фалдами, бытовавшая в Черниговской области в конце XIX – начало XX веков Корсетка короткая, из фабричной шерстяной ткани, с вышитым углом правой полы, которую носили в Полтавской и Киевской областях в конце XIX – начало XX веков Корсетка длинная в складку, с высокой талией, украшенная тесьмо и плисом И корсетка, сшитая из ситца в цветочек, бытовавшая в Полтавской области в конце XIX – начало XX веков Кунтуш – верхняя одежда, появившаяся на Украине в середине XVI века Характерной особенностью кунтуша являются длинные и узкие рукава с широкими прорезями вдоль Через эти прорези продевались руки, а сами рукава свисали вниз Шляхта и высокие казацкие старшины шили свои кунтуши из шелковых или парчевых дорогих тканей Другие слои населения, для которых такие кунтуши были дорогие, шили эту одежду из тонкого сукна Суконные кунтуши обшивались галунами и цветными штурками Кунтуши были не только мужской, но и женской одеждой Отличие между мужскими и женскими заключалось в том, что мужчины надевали под кунтуш жупан или пиджупанник И узкие рукава той одежды просовывались в продольные прорези кунтушовых рукавов Женщины под кунтуш жупан не надевали, а пришивали дополнительные узкие рукава из другого материала, другого и качеством, и цветом Надев дополнительные рукава на руки, женщина просовывала их в продольные прорези кунтушового фальшивого рукава Итак, кунтуш имел две пары рукавов Одна пара настоящих, а вторая фальшивых Кунтуш держался в Украине достаточно долго, и только в самом конце XVIII века эта одежда вышла из моды. Кожух. Также кожушанка, тулуп, бекеша, ковал, байбарак, шуба, губа, кожанка. Афтан, подбитый мехом, традиционная славянская одежда, шитая из овечьих и телячьих шкур. Преимущественно были домашнего изделия, самодельные, что шились из выделанных овечьих шкур. Украинские кожухи бывают длинные и короткие, называемые полушубок. Длинные кожухи бывают двух типов – простой кожух и кожух тулупастый. Простые кожухи носят крестьяне, а тулупастый – зажиточные крестьяне и большинство горожан. Тулупастый кожух шьется длинный, без складок, но с большим отложным воротником. Этот кожух редко оснащается цветными шнурками или кусочками софьяна, как это почти всегда бывает с простым кожухом. Зато тулупастый кожух покрывается сверху сукном или черкасиком, и тогда он подобен барской шубе. Простой крестьянский кожух далеко сложнее и лучше тулупастого, и совсем непонятно, почему он называется простым. Он шьется без складок, но с усами или в клинки. У этого кожуха воротник стоячий. Верхняя и нижняя части воротника, правое поло и весь нижний край кожуха обшиваются узкой полоской меха. Под самым воротником на правой поле пришивается маленький меховой треугольник. На левой поле также под самым воротником пришивают кожаную петлю. Больше к простому кожуху пуговиц не пришивается. Если надо, то опоясывается длинным шерстяным или полотняным поясом. Наилучшим цветом кожуха для женщин является белый. Мужские кожухи, кроме белых, бывают еще красные и черные. Черные дубленные. Они хоть и не такие красивые, но зато значительно практичнее и выносливее. Разница между мужским и женским кожухом бывает разве что только в цвете, и то не всегда. Правда, женские кожухи шьются опрятнее, и красочные украшения случаются на них чаще. Свита. Свитка. Название устаревшей мужской и женской верхней длинной распашной одежды из домотканного сукна. Разновидность кафтана. Судя по раскопкам, в XIII веке наиболее распространенная верхняя одежда новгородцев. Словом свита в Древней Руси обозначали неопределенную разновидность костюма, а верхнюю мужскую одежду в целом. Исследователи древнерусского костюма обычно применяют для обозначения верхней распашной мужской одежды термин кафтан. Однако слово это в русских письменных источниках встречается только с конца XV века, а до этого в ходу было слово свита. Судя по древним миниатюрам, свита была длинной до колен или немного длиннее. Простые люди носили свиту из шерстяной ткани местного производства. Застегивалась она при помощи парных петель и пуговиц. Одежда была распашной, отрезной сзади по талии, имела сзади сборки и шерстяную подоплеку на спине. Такой покрой сохранился в мужской одежде старообрядцев до XX века. Основное полотнище перегибается в плечах, спереди разрезается от ворота до подола, сзади доходит до талии. От талии к нему пришивается со сборенное полотнище. Свитка является частью традиционного костюма белорусов, встречалась также в крестьянской среде на Украине и в России. На Руси свиткой также называли верхнюю накладную одежду, надевавшуюся через голову, неприталенную, прямую, расширявшуюся к низу за счет клиньев, вшитых в боковые швы. Покрой старинной свиты прямой, со второй половины XIX века в талию, длина обычно ниже колен. Свету шили однобортной или двубортной, с застежкой на левой стороне. Иногда ее носили в накидку, нередко украшали вышивкой. Современные свиты можно разделить на три основных вида – с усами, с рясами и со сборами. Свита с усами будет самая старшая. Собственно, усами называются клинья, которые вставляются с обеих сторон свиты. Их может быть по одному или по два на каждой стороне. Итак, усов в свите может быть по два или четыре. Чем больше усов, тем шире свита. Второй вид свиты – это свита с рясами. Рясы – это складки. Мода на рясы пришла к нам с Персии или Турции. Третий вид свиты – это свита со сборами. Это свита самая новая и наиболее распространенная, особенно на Херсонщине и на Левобережье. Свита со сборами очень похожа на чеймерку, потому что она, как чеймерка, шьется с большим количеством складок ниже талии. Орнаментация свит – отделка вышивкой. Задергивают свиту справа налево, застегивают с левой стороны на кожаную пуговицу. Все это – описание мужской свиты, а свита женская имеет некоторые свои особенности. Женская свита значительно более архаична, везде шьется только с усами. Вырез для воротника женской свиты делается закругленной и значительно шире, чем в мужской свите, чтобы видно было ожерелье. Сам воротник стоячий, очень низкий, а на концах перед пазухой сходит на нет. Полы женской свиты делаются широкими и скашиваются так, чтобы правое поло далеко заходило налево и прикрывало ее. Любимый цвет свит для всех женщин – белый, хотя есть много и черных свит, но черная всегда считается хуже. Женские свиты лучше оснащены цветными шнурками, чем мужские. Женская свита из белого сукна, овечьей шерсти, украшенная шерстяными нитями и кистями. Полесье – Ровенская область, Сарненский район, начало 20 века. Латуха – женская свитка, была характерна для жителей Полесье в начале 20 века. Волынская область, Ротновский район. Кроме свиты из самодельного овечьего сукна еще шили и другую одежду, которую этнографы считают разновидностью свиты. Семряга – на Волыне распространены серые свиты с большим количеством сборок на талии. Спереди она напоминает длиннополый европейский сюртук и отличается от него тем, что обшлага на груди, покрытая сверху тонким сукном какого-то яркого цвета – красного, синего или голубого. Иногда красочное сукно заменяется цветными шнурками, образующие красивый орнамент. Рукава-семряги имеют заковриши, что тоже, как и обшлаги, обложенные красочным сукном или цветными шнурками. Кроме того, по швам проходят цветные шнурки или тесьма, создавая своеобразные узоры. Сукман – на холмщине серая или черная свита с красными отворотами, отложными рукавами и красной вышивкой на талии называются сукманом. Он шьется с фалдами из целого куска сукна, проходящего от воротника до самого пола свиты. Чуга – кафтан для верховой езды и для военных. Этот кафтан имел короткие рукава и отложной воротник, а на подоле – по два боковых разреза. Чуга – мужская верхняя одежда жителей Карпат – русинов, лемков, гуцулов, проживающих на территории Польши, Украины, Венгрии, Румынии. Чуга – своего рода широкий лемковский плащ из коричневого домотканого шерстяного сукна с фальшивыми рукавами, которые сшивали снизу и служили просторными карманами, с очень длинным воротником, свисающим за плечи до уровня пояса, который в дождливую погоду или шторм мог быть накинут на голову и служить капюшоном. Обычно носится накинутым на плечи, как пелерина, достигая середины икры. Чуга украшается длинными свисающими нитями, бахромой, сплетенной в косы или связанной в мережку вышивкой. В зависимости от региона чуга отличалась украшением. Была широко распространена среди карпатских лемков и считалась символом достатка. На Слобожанщине чугой называли длинный кафтан. Апанча – епанча или японча. Была распространена по всей Украине, как верхняя дорожная одежда, а теперь она задержалась лишь на подолье. Это длинная, вплоть до косточки, свита с капюшоном, украшенная шнурками по швам на спине и на полах, а также на концах рукавов и на капюшоне. Надевается епанча только в дорогу, обычно осенью или зимой, поверх кожуха на случай большого снега, мороза или дождя. Потому что эта одежда предназначена для непогоды. Она шьется из худшего грубого сукна, но сукна рядом сотканного, чтобы попавший под дождь плащ не пропустил воду. Плащевидная одежда существовала у древних славян и сохранилась до сих пор у многих народов Европы. У восточных славян она почти исчезла вытесненной распашной одеждой с рукавами, первоначально однобортной, а впоследствии двубортной с глубоким запахом. Сегодня мы затронули различные виды верхней женской и мужской одежды. Субтитры создавал DimaTorzok